Наконец, Настя Ивлеева подтвердила разрыв с Элжеем. По словам уже бывших возлюбленных, им удалось расстаться на мирной ноте. Официальной причиной разрыва стало то, что якобы звездная пара заскучала в семейной жизни, решили разъехаться и встречаться раз в неделю. Но страсть прошла, а любовь осталась братско-сестринская. 27-летний Элджей благодарен Насте за то, что их связывала. На старте мы пообещали всегда быть честными друг с другом и с самими собой. Вот и вся формула. Настя – человек, с которым можно обсудить абсолютно все, и она все поймет. Для нас нет запретных тем. Мы сошлись уже с формировавшимися осознанными личностями. Мы ценим достижения и победы каждого, и навсегда останемся друзьями и поддержкой друг другу. Сообщил Элджей. Однако в своих последних треках Алексей Узенюк более откровенен. Судя по тексту «Она тебя любит», расставание не прошло безболезненно. По крайней мере для Насте. Она пыталась бороться за отношения, звонила друзьям, приезжала к мужу. А Алексей только бесился, ведь уже хотел начать новую жизнь. «Ты мне нравилась прежней. Прошу, только никакой слежки. Хватит так бежать за мной, ведь я уже остыл. Просто ты была одной из тех, кто первый сжег мосты». Очевидно, что строки посвящены Насте. Далее упоминается «Орел и Решка». В интервью Татлеру Анастасия Ивлеева косвенно подтверждает ситуацию, говоря, что до сих пор очень сильно любит экс-мужа. «Я не могу сказать, что это легко, что мы друг друга разлюбили и все. Давай, чао-какао. Нет, это сложно, это очень больно и тяжело». Поделилась Анастасия. Также ведущая заявила, что до сих пор испытывает нежные чувства к бывшему возлюбленному. «Сложно поверить, что такое большое чувство может угаснуть. Я до сих пор очень сильно люблю. Он всегда будет мне родным человеком. Но это уже больше похоже на любовь сестры и брата», пояснила звезда. Да и ранее в подкасте Джарахова Анастасия признавалась, что один из ее главных страхов – это потерять Алексея. У меня есть два страха. Первый – это потерять Леху, а второй – это потерять свою популярность. Далее Алексей Узенюк пишет следующие строки. И пару слов про запрещенные препараты, от которых спасать его уже поздно. «Это не любовь, бэйби, это порошок». Видимо, в этом была еще одна проблема, о которой умолчали. Пока неизвестно, как Анастасия относится к тому, что Алексей рассказал все об их отношениях в своих треках. Своей экс-возлюбленной, которую Элджей бросил ради Анастасии Ивлеевой, он объяснился в треке «Минимал». Далее был трек «360», посвященный Анастасии Ивлеевой. Именно после этого трека стало известно о романе двух звезд. По словам Анастасии Ивлеевой, ей было непросто принять перемену в своем отношении к Элджейу, так как в начале романа она была сильно в него влюблена. Звезда призналась, что чувствовала себя одинокой, из-за нежелания отпускать Алексея. Однако ведущая понимала, что удерживать его неправильно и эгоистично. «Нужно давать друг другу свободу, что мы и сделали», – рассказала Анастасия. Напомним, об отношениях звезд стало известно в 2017 году. Спустя два года Элджей и Ивлеева тайно сыграли свадьбу.